И сейчас коротко о главных событиях. Goldman Sachs ожидает в этом году падение цен на золото, медь и алюминий. Снижение индекса доверия в деловых кругах Австралии. Крупнейший в России банк с турецким капиталом выставлен на продажу. Теперь подробности. Goldman Sachs ожидает в 2016 году падение цен на золото, медь и алюминий. Золото через три месяца будет торговаться по цене 1100 долларов за унцию. Через шесть месяцев – 1050 долларов за унцию. А к концу года подешевеет до 1000 долларов за унцию. Как полагают эксперты банка, фактором роста прогноза по ценам на золото может стать отсрочка. Федрезервом США повышение базовой процентной ставки. Фактором снижения прогноза – падение спроса на драгметалл в Китае и России. Также Goldman Sachs ожидает снижение цен на медиа и алюминий к концу текущего года на 10% на фоне сокращения спроса в Китае. Согласно прогнозу, стоимость медиа и алюминия также снизится. Мы не ожидаем существенного увеличения спроса на металлы в Китае в 2016 году, говорится в обзоре, опубликованном Goldman Sachs. Индекс доверия в деловых кругах Австралии в январе снизился до плюс-двух с уровня плюс-три в декабре, свидетельствуют данные отчета Национального банка Австралии. Индекс условий для ведения бизнеса также снизился на пункт. Национальный банк Австралии публикует отчет на основании результатов проведенного исследования. Он отражает динамику экономического развития Австралии в краткосрочной перспективе. Увеличение темпов роста экономики страны оказывает благоприятное влияние на австралийский доллар. Национальный банк Австралии надеется, что Центробанк не будет принимать каких-либо мер по изменению денежно-кредитной политики и не уделит внимания не только горнодобывающей промышленности, но и другим отраслям экономики. Объем промышленного производства в Германии в декабре снизился на 1,2% по отношению к сентябрю месяцу. Он свидетельствует данные, опубликованные Министерством экономики и труда страны. Аналитики прогнозировали рост промпроизводства на 0,5%. По сравнению с декабрем прошлого года промышленное производство сократилось на 2,2%. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,6%. Было отмечено также падение объемов экспорта и импорта. По мнению экспертов, слабая статистика из Германии стала результатом снижения промышленной активности на фоне ухудшения ситуации на развивающихся рынках, от которого Германия в значительной степени зависима. Deutsche Bank развеял опасения экспертов по вопросу обслуживания долгов. В сообщении банка говорится, что ресурсов для выплат по облигациям в ближайшие два года достаточно. Главный финансовый директор банка Маркус Шенк заявил, что капитал банка и его устойчивость к риску остаются сильными. Резервы банка для выплат в текущем году составляют 1 млрд евро. В 2017 году планируется увеличить резервы до 4 млрд 300 млн евро. Как сообщалось ранее, четвертый квартал 2015 года Deutsche Bank завершил с чистым убытком 2 млрд 100 млн евро. В основном это было связано с высокими судебными издержками. Стоимость акции Deutsche Bank на торгах в понедельник рухнула на 9,5%, что стало минимальным уровнем за период с 1992 года. Крупнейший в России банк с турецким капиталом Credit Europa Bank выставлен на продажу. С середины прошлого месяца Morgan Stanley ищет покупателей. Решение о продаже было принято в связи с ухудшением отношений между Россией и Турцией и сложной ситуацией в российской экономике. Акционеры банка и Morgan Stanley отказались от комментариев. Credit Europa Bank начал свою деятельность в России в 1994 году. Сначала он имел название «Финансбанк», затем в 2007 году был переименован. Банк России снизит ставку не ранее четвертого квартала 2016 года, считает Morgan Stanley. Снижение может составить 50 базисных пунктов. На январском заседании Российского центробанка было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых. При этом в своих комментариях Банк России отметил возможное ужесточение денежно-кредитной политики. Эксперты Morgan Stanley полагают, что курс рубля по-прежнему будет следовать за динамикой нефтяных котировок, помогая экономике России адаптироваться. Однако девальвация рубля также будет разгонять инфляцию, что сузит для Центрального банка России пространство для снижения ключевой ставки. Также Morgan Stanley ухудшил прогноз по темпам сокращения экономики России. Теперь Банк ожидает падение российского ВВП по итогам 2016 года на 2,1%. Ранее предполагалось снижение показателя на 0,8%.